Выходили на поле и выводили за руку детей. Это такая старая уже добрая традиция, когда детишки луны выходят вместе с футболистом. Так вот, сегодня эти дети выходили в брендирование с двумя предыдущими матчами. Я скажу, что в поединке... Ой, 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 какой момент сейчас может возникнуть ворот. Мавас, Мавас отнимает, аж катится по линии еще раз. Мавас выручает, ну вот так, первые две минуты. ...костариканцев, которых сейчас Кейлор Навас призывает повнимательнее действовать. Жан-Харло Гонсалес сделал неудачную передачу назад. Здорово там сработал Самедов, поборолся от его ноги. Мяч отлетел к вратарю, вратарь отбил. И посмотрите, успел еще и повторный удар Самедова с очень острого угла накрыть. А сейчас сам Александр будет подавать угловой на ближнюю штангу. Удар. Заблокировали попытку Ерохина. Ну и сейчас Василий Березуцкий делает передачу на Самедова. Подача. Осада, ворот. Еще удар капитана. Ну и, наверное, в ближайшей паузе еще несколько слов о кадрах в этом матче нашей сборной. Пока Самедов передача в центре. Товарищеский матч. Контрольный, как мы теперь говорим, контрольный матч. По сути, весь стадион это большой экран, на которых, собственно, будут демонстрироваться опасные моменты. Зрителям очень удобно. Контрольный матч и по правому флангу вдвоем против четверых россиян. Идут и хорошая передача на Урени, Урени. И Саслан Жалаев поручает. Безусловно, стадион уже получил высшую категорию от РФС. Осталось, чтобы теперь подтвердили все вот эти юридические нормы УЕФА. УЕФА, да, конечно. Единственное, что обидно, сложно здесь будет провести финал Еврокубка в связи с 2011 по 2014 год. И вот чуть не забил гол. Еще одна подача и удар по воротам. И вновь, вновь Джанаев отражает. Происходящее, потому что довольно много ошибок в обороне у той и другой команды. Но зрители в восторге, потому что они наблюдают тот самый настоящий футбол. Эмоциональный, с большим количеством моментов. Ради которого и приходят на стадион, ради которого и смотрят эту игру. Миллионы людей по телевизору. Ну вот смотрим еще раз удар Джанка. Времени Коста-Рика, которая провела минут 90 предыдущих в обороне. Имела шикарнейший шанс, когда Уренье вышел один на один и не забил. Ой, какая ошибка. Руис перехватывает мяч. Прострел. Хорошо, что не точно. Но сейчас, конечно, Смольников получает от Василия Березуцкого капитанские указания. Ну а так-то продолжается. Удар! Ух ты! Гол! Не отбивает этот удар Сослан Джанаев. И все-таки ошибка индивидуальная стала причиной взятия ворота. И то же самое. Мяч сейчас был выбит из штрафной площади. И на подборе Асафееве никто не мешал пробить по воротам. В этой зоне была пустота, объяснить которой очень сложно. Вот смотрите, да, эпизод. Не прошла передача у Руиса. Березуцкий все правильно сделал. И Березуцкий начал как раз разговаривать со Смольниковым. И в этот момент Руис делает передачу. И никого по очень удобным по такому мячу с отскоком, по встречному пробил. Не хватило жесткости руки сейчас у Сослан. Он из Кальво. И Венегас в центр поля играет, где получает мяч Сельсо Борхес. Все спокойно. Руис, и никто его почему-то не атакует. У него удар же отличный. Пожалуйста. Вот, пожалуйста. И 0-2. Пройти 3 или 4 метра по центру. И это Руис, это человек, которого все знают. Видите, сколько он с мячом. Никого рядом вообще. А где наши центральные полузащиты? Газинский не добежал. Зоблина рядом нет. Никого рядом нет, собственно говоря. И только вот Березуцкий. Вон Газинский в последний момент пытался помешать. Удар шикарный совершенно у Брайана Руиса. Получился просто замечательный в притирку со штангой, как в таких случаях говорят. И здесь, наверное, к Джанаеву не может быть никаких вопросов. Удар фантастический у Брайана Руиса. Вопросов, почему по ковровой дорожке с фан-фаной. Все это не спеша. Все это спиной к воротам. Ерохин проходит двух соперников. Передача в центр. Наши подмешают ног друг к другу. На ясный билет! Гол! В положении на игре отыгрывает мяч. Александр Самедов подачи Шатова делает счет 1-2. И ценой, может быть, даже здоровья, но... Ой! Случилось, пока не очень понятно, но... Давайте посмотрим повтор. Вот Самедов подкрадывается. Нету оффсайда. Во вратаря в колено. В колено в вратарю уже по инерции головой. Причем Навас пытался как мог избежать этого контакта. Посмотрите, великолепный навес Шатова. К Навасу здесь какие проблемы, но нога уже пошла в падении. Пытался он его отбивать. И Самедов головой в будущем. Заодно... Ну давайте вот эту атаку посмотрим. Ерохин. Нет, некому отдавать передачу. И прав Александр Ерохин, что... Собрал двух по Смольникам. Удобная передача. Смольников в центр. Выигрывает нашу мяч, но да, Зуба не доходит. Попытка пробить через себя не получается. Зуба цепляется за мяч нашу. Паника в обороне. Паника. Играет ему привычно играть и слева, и справа. Смотрите, какая длинная передача. Березуцкий ее прерывает. На опыте. Поэтому да, за Руйсом глаз на глаз. И потеря, потеря вблизи собственных ворот совершенно неоправданная. Коста-Риканцы правым флангом атакуют. Хорошее забегание и прострел вдоль ворот. По своим, по своим стреляем. 1-3. Василий Березуцкий отправляет мяч в собственные ворота. Олег Шатов замешкался. Потерял мяч. Вот Шатов, обратите внимание, вот здесь вот. Слишком долго возился с мячом дальше. Ну хорошо, Шатов потерял. Но там три человека, как у стариканцев. Дальше дают возможность сделать передачу. Курене был готов замыкать. Так что Березуцкий должен был реагировать. А Коста, центральный защитник, оказался практически у... Не сказать, что очень было много у него работы. Вступал в игру. Но у Джанаева, пожалуй, ее было больше. Вот атака правым флангом. Прострел. Дзюба. Есть. Есть, Артем Дзюба. Очень похоже на то, как завершался первый тэп. Теперь по правому флангу прошла у нас атака. Конечно, в своей манере, силовой. Посмотрите, Смольников. И очень здорово разыгрывает мяч Гозинский и Ерухин. Прострел. И мяч влетает в ворот. Посмотрите, Смольников. И вот здесь, конечно, все было разыграно. Очень здорово. Очень здорово. И с защитником на плечах. После навеса Зобнина. Ну, не навес, скорее всего, да. Прострел. Забито на Краснодар-Орени. А сейчас угловой. Внимание надо сыграть. Асафеево навешивал. Джанаев командует, что будет играть он. Но в итоге все равно костариканцы с мячом остаются. Не удалось нам прервать. И дальний удар. И вот здесь Джанаев. Вот так и нужно. Нужно поджимать костариканцев. Они тоже небезгрешные, разумеется. Подача Зюба. Вот он. 3-3. И нет положения вне игры. Хотя костариканцы апеллируют сейчас к арбитру. Боковой не поднимает флаг. И счет становится 3-3. Дубль Зюба. Стой в дальний. Так пробил. 61-я минута. Вот смотрите. Нет положения вне игры. Никакого. Идеальный навес. Но это Самедова. Нога. Это буду даже не сомневаться. Это его почерк. Посмотрите. Навесил как рукой. Положил и Зюба в противокон. Немножко вратарю. Подверг. Вверх и угол наносит удар. Навес не готов к отражению. Артем Зюба. Дубль в этом матче. Счет становится 3-3. Отробительные, скажем так, голы. Вот то, что нужно. Здорово как сейчас сыграл полос. А дальше Ерохин. Касание технично. Но совсем-совсем-то и здесь. Теперь Ерохин. Пошел на защитников. Позволил Газинскому по левому флангу подключиться. Продолжается атака. Навес. Зюба уже вдвоем там караулят. Ещё одну победу при Станиславе Черчесове. Но пока Кустериконцы идут вперёд. Кэмбл как пошёл штрафную. Один-второй вкладу. Пенальти. Держит Петров для начала. И вот смотрите. Оп. Раз. И Березуцкий ногой играет в ногу соперника. Просто летим на земле. Ну что же, давайте посмотрим, как сложится этот эпизод. Давай, Сослан. Делает движение руками. Надеюсь смутить своего соперника. Кэмбл попадает в ногу. Ну, такие не берутся. Такие-то без вариантов. Удар точнейший. И по силе, и Джанаев-то. Его хватал, да. И затем Березуцкий сбил его в штрафы. Точнейший удар. Точнейший удар.